Шашки ходят только по черным полям и только на один ход вперед, только на один ход вперед. Когда перед вашей шашкой стоит шашка противника, а за ней свободное поле, то надо ее срубить. Многие умеют играть в шашки, но немало и тех, кто впервые решил заняться этой увлекательной игрой. А потому объяснять надо даже элементарные вещи. А в зале сидят участники губернаторской программы «Активное долголетие». Теперь у них появился еще один способ полезного времяпрепровождения. Между Федерацией шашек Московской области и Минсоцразвития Московской области заключено соглашение, в рамках которого мы проводим ряд мастер-классов. Проведено было уже пять мастер-классов в других муниципалитетах. Планируется охватить все муниципалитеты Московской области. Преподаватель Владимир Кузнецов занимается шашками 50 лет, является неоднократным призером соревнований различного уровня. Активно развивает этот вид спорта в Ленинском городском округе. Нынешний мастер-класс – лишь начало большой работы. Впереди нас ждет турнир Московской области по русским шашкам. Поэтому сегодня нам важно было, чтобы к нам приехали такие активисты. С тем, чтобы потом уже этот вид активности был для них родным. И, наконец, важнейшая часть мастер-класса – сеанс одновременной игры. Чтобы процесс проходил максимально динамично, Владимир Кузнецов привлек помощницу. Ирина, несмотря на юный возраст, уже имеет первый разряд по шашкам. И хотя за столами в основном новички, игра на двоих является определенной форой. У нас сейчас сложная ситуация, потому что Ира делает одни ходы, и я не знаю ее планов. Для чего она сделала? Я должен быстро сообразить. Пока у нас борьба идет равная. У игроков разная поведенческая тактика. Кто-то сосредоточенно думает над следующим ходом, а кто-то не прочь попросить совета у соседа. Тем более, что среди участников немало и тех, кто уже давно играет в шашки. У меня внук очень хорошо играет и в шашки, и в шахматы. Ну, воля-то к победе есть? Ну да, я сколько раз побеждала у них. Но с гроссмистером еще не играли? Нет. Большой турнир по шашкам среди участников программы «Активное долголетие» планируется провести летом. Так что времени немножко подтянуть свои умения хватает. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова